Орангутанг как символ новогоднего Новосибирска, новогодний талисман Новосибирска, орангутан. Я не могу не поделиться последней новостью, которую я прочитал, это то, что новогодним талисманом Новосибирска был избран орангутанг. Это очень смешно. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, недавно наткнулся на сообщение о том, что Новосибирск в этом году получил титул новогодней столицы России. В связи с этим новосибирский зоопарк предложил пятерых кандидатов на пост новогоднего талисмана. И, ну, есть такое животное Манул, оказывается, я ни разу не знал, Айша. Очень милый зверек, очень симпатичный. Но в Новосибирске живет, оказывается, очень сообразительный, очень умный орангутан со своей орангутангихой. Говорят о них там очень милые отношения. Вообще, он всеобщий любимчик, его включили туда, так, для потехи, наверное, я не знаю. Дальше. Амурский тигр Макс. Какие возражения? Снежный бар Саян. И белый медвежонок Шилка. Медведица. Вот такие милые кандидаты. И все бы ничего. Но это превратилось в грандиознейший скандал, потому что... Ну, смотрите. Я не могу об этом не рассказать. Символ Единой России. Белый медведь, во-первых. Да, и поэтому, значит, ну, мы все знаем, что в России все обожают просто Единую Россию. 84% голосуют за Единую Россию. И, казалось бы, посмотрите, какой милый белый медвежонок, белая медведица Шилка. И почему бы за нее не проголосовать? Ну, должны все проголосовать, логично, абсолютно, за белого медведя, потому что это символ Единой России. Россия – это символ процветания России. И вот незадача. Вдруг в соцсетях появляются, значит, сообщения, и вообще возмущенные новосибирцы говорят, а какого фига? Дело в том, что эта медведица два года как была продана японцам. И она уже живет давно в Японии, и в Японии там в зоопарке родила уже двоих медвежа. То есть она, в принципе, уже не в Новосибирске. Как она может быть новосибирским талисманом? Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, Новосибирск – это известный, во-первых, академгородком своим, а символ академгородка – белка. А белки здесь нет. Говорит, почему нет белки? Теперь дальше. Ну, снежный барс, говорят, что, скорее всего, подходит все-таки не для Новосибирска, а для какого-нибудь Барнаула, потому что он где-то ближе к Китаю, обитает в наших краях на границе, там Тяньшань и так далее. Вот. Ну, тигр, наверное, туда же. Манул Айша очень симпатичный. Для этого нужно разблокировать устройство. Манул Айша очень симпатичный зверек, но люди возмутились. Говорят, какого фига? Белый медведь, которого продали давно в Японию, белку не стали? И почему мы должны голосовать по указке, значит, властей? И люди говорят, за Рангутана. И в соцсетях, значит, вот поднялась такая буча, и вдруг Рангутан начинает набирать очки. Ну, абсолютно нелогично для Новосибирска. И власти смотрят, блин, что делать? Символ единой России не набирает большинство. И начинают пиарить медведицу Шилку. И, ну, тем не менее, значит, идет борьба между медведицей Шилкой и Рангутаном. Вот. Но все-таки есть подозрение, что Рангутан победит. И тут власти начинают свой неубиенный козырь. Бюджетники обзывания у всех директоров и говорят, проголосуйте за белую медведицу. И в какой-то день, значит, там вдруг возникают вбросы, буквально. То есть там появилось там 2000 дополнительных голосов. Говорят, что это такое, там, за белую медведицу в соцсетях народ. Говорит, блин, не дадим властям, значит, не услышать глаз народа. Голосуйте за Рангутана. Что в результате? В последний день Рангутан резко выходит вперед. Вперед, побеждает в онлайн-голосовании. И власти хватаются за голову и говорят, ребята, мы отменяли результаты выборов. И, ну, как бы, смех и грех, конечно. То есть вот из какого-то просто совершенно никчемного результата, ну, вот оно, протестное голосование. И все, все, все проблемы с выборами у нас выливаются. И протестами выливаются вот сюда. Да, здесь уже никого нельзя обвинить в экстремизме, разве что Рангутана, значит, подтасовки и так далее. Все, как у нас принято. Вот. И на самом деле вывод очень, на самом деле, печальный, потому что власти еще раз убедились, что российский народ не готов к тому, чтобы назначать абсолютно свободные выборы, на которых они абсолютно свободно пойдут и проголосуют за того кандидата от власти, которого им скажут. Поэтому свободных выборов нам в ближайшее время, боюсь, не видать. Вот такой грустный вывод. Ну, это просто минутка юмора. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. На самом деле мой канал об инвестициях.